Я не знаю, неужели непонятно, что если мужик носит как бы в штанах причиндалы, там я не знаю, в виде яичек с писюном, это означает, что он мужчина, все с большой буквы и подчинение должно быть только ему. Ай-яй-яй, так думать, это не так далеко. Мужчин украсят в первую очередь поступки, далее манеры, третье, обращение вообще к женскому полу. Как он и какими глазами он смотрит на любой женский пол, не только на свою жену, не только на свою дочь, а также на бабушку, соседку, ребенка, племянника и так далее. Если он относится только к своей жене, уси-пуси-муси, вот эти куни-муни, это не означает тоже, что он идеальный мужчина. Мужчина должен быть во всем мужчина и со всеми. Он не должен выборочно выбирать, с кем общаться по-мужски, а с кем общаться как свинья. Ребята, всем здорова, саныч на связи. Очень вас рад приветствовать у себя на канале Куни-муни, конечно, это, ребята, это очень жестко, да, обалдеть. Что заметили, да, что вот мужчина, вот только по отношению к женскому полу. Вообще тут ни мужчин не имеется в виду, ни папа его, там, да, ни отец, ни дедушка, ни брат, ни коллеги по работе, там, вообще, ни он даже сам, как он сам к себе относится. Вот только бабы, да, вот только женщины, вот только как к ним относятся, какие поступки он по отношению к ним делает, там, и так далее, и тому подобное, да. Вот только это определяет мужчину поступки, конечно же, да. Слушай, я, конечно, возможно, сейчас эгоистически немножко скажу, но мужчина в первую очередь должен думать о себе. Да, опять-таки, она очень много раз сказала громкое слово должен, но я считаю, что мужчина должен, как человек вообще, вот просто как человек, да, должен о себе заботиться в первую очередь о своем здоровье, о своем самочувствии, благосостоянии, ну и так далее, о своем комфорте, и так далее, и тому подобное. А уже потом все остальное. Нет, я понимаю, что сейчас мне там накинутся, скажут, типа, а как же там жена, дочь и тому подобное. Ребята, если этот, так скажем, мужчина, да, забьет на себя болт и сляжет от какой-нибудь болезни, там, да, или вообще, может быть, крякнет, да, то мама с дочерью останутся, ну, точнее, жена с дочерью останутся вообще на произвол судьбы, да. Мужчина должен быть здоровым в первую очередь и должен думать о себе. Если это глава семьи, если он в семье главный, не то чтобы там над их правами, а вообще, ну, он зарабатывает деньги, якобы там их, якобы обеспечивает, они же кричат себе, он должен обеспечивать, да, вот. То он еще и о себе должен не думать ни хрена, а ни хрена, не охренили вы, девочки, вы мои сладкие девочки. Ой, ребята, и именно мужчину определяют его, вот, как она сказала, яички с членом, с писюном, как она сказала, да, вот он родился с яичками и с писюном, это мужчина уже по факту. Какой там он с моральной точки зрения, в принципе, похрену не тебе решать вообще. Не нравится его жене, ну, уйдет от него, что здесь, что здесь ты теперь поделаешь, да. Мне как бы было такого вот нехорошего мужчина, в кавычку, выбирать. Что, ребята, думаете по этому поводу? Пишите комментарии.